Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу Богу Спасителю! Дорогие друзья, всех вас приветствую и благословляю именем Иисуса Христа. И в этот день, в праздник Благодарения, я хотел бы прочесть из послания апостола Павла, первое его послание Фессалоникийцам. Здесь говорится в 5 главе, в 18 стихе. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Аминь. А перед тем написано в 17 стихе, чтобы мы непрестанно молились. А еще перед тем написано, чтобы мы всегда радовались. Я думаю, что здесь очень все взаимосвязано. Молитва, непрестанная молитва, всегда радостное христианство в духе, в истине. Радостное, благодарное Богу. Это на самом деле живое христианство. Живые верующие, живой христианин, который не просто называется христианином, то бишь является по-настоящему христианином Христовым. Он будет на самом деле радоваться в своей жизни. И будет действительно непрестанно молиться. То есть всегда иметь это общение с Богом, жаждать этого общения с Богом. И будет за все, за все благодарить Создателя, благодарить Бога Великого. Я думаю, что вот сегодняшний праздник, в День Благодарения, наша Церковь, как и христиане разных динаминаций, разных конфессий, ну, допустим, православные, протестанты, католики, очень разные верующие сегодня, на самом деле, в этот день в молитве такое благодарение, в молитве благодарности Богу объединяются. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот в этом единстве нашем мы сегодня сказали Богу огромное спасибо. Сказали Богу слова благодарности и любви от всего сердца. И хотелось бы, чтобы те христиане, что называются именем христианским, именем Христовым, но пока еще не являются таковыми, еще не являются живыми христианами, а скорее мертвыми христианами, чтобы они пережили Бога в сегодняшний день и вот в эти дни святые. Слава Богу! Я знаю, что вот сегодняшний День Благодарения, праздник Благодарения, в США отмечается как государственный праздник. Это замечательно, что в стране есть такой праздник, когда люди, даже забывающие, может быть, о Боге, о Создателе своем, все равно как бы вспоминают, им напоминает сам День Благодарения о том, что необходимо благодарить Бога и быть Ему благодарным за все. Это замечательно. В других странах, в частности в России, я сейчас нахожусь в городе Кемерово, в Сибири, в России, нет такого праздника Дня Благодарения, к сожалению. Но, однако же, христиане разной динаминации, разной конфессии, очень разных церквей вместе благодарят Бога сегодня в разных собраниях, в разных храмах, в разных молитвенных домах сегодня христиане собираются вместе благодаря Бога. Слава Иисусу Христу! У нас есть за что Бога благодарить. На самом деле, в Писании говорится, что «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе и Иисусе». То есть, Бог хочет, есть Божья воля, Божье желание, чтобы мы за все Бога благодарили. Это очень хорошо. Сегодня мы благодарим Бога за все. За воздух, за хлеб на столе. У кого-то индейка жареная. Но, что бы ни было, мы сегодня, слава Богу, имеем какое-то пропитание, имеем крышу над головой, имеем много что на этой земле, слава Богу. Но, конечно, самое драгоценное, самое великое, за что стоит Бога поблагодарить сегодня. И вообще, как в любой день. И правильно написано, мы должны на самом деле быть благодарны всегда. И молиться непрестанно. Не то, что раз в году на день благодарения помолиться и все. Нет, непрестанно молиться и непрестанно Бога благодарить. Но в этот день, день благодарения, хотелось бы особенно Бога поблагодарить за все. И в особенности, конечно, за что? В особенности за спасение. За его, на самом деле, святой, великий дар. Потому как люди мы не могли бы спасти сами. Мы, люди, все грешники. Мы, люди, все на самом деле были обречены идти в ад. Но Господа милости своей написано в Евангелии от Иоанна 3.16. Знаменитый 3.16, который, думаю, многие христиане знают наизусть. Но слуху у христиан эти слова из Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И это замечательно, что верующий в Него, в Иисуса Христа, не судится, но перешел от смерти в жизнь. И мы благодарим Бога за жизнь вечную. Благодарим Бога за, на самом деле, бесконечную жизнь во Христе Иисусе. И, как правильно говорят мудрые люди, мудрые христиане, что и рай, и ад начинаются еще для человека на этой земле. И действительно, рай Божий открывается сегодня всем призывающим имя Господне, имя Господа Иисуса Христа. И апостолы Иисуса Христа, они говорили так, что ни в ком он ум нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Прошло две тысячи лет, однако же, что изменилось? Духовно, так же, только в Иисусе Христе есть спасение. Так же, если каждый грешник, любой грешник на этой земле, если обратиться к Господу Иисусу Христу, будет спасен. Абсолютно так же, как было в те времена, когда писалось это послание апостолам Павлам, когда жили апостол Петр, апостол Фома, все другие мужи Божьи, первые ученики, первые христиане, тогда спасались Иисусом Христом, и сегодня спасаются люди Иисусом Христом. Он сказал так о себе следующее, сам Иисус Христос, «Я с вами во все дни до скончания века». Здорово. А еще Он сказал, что «Я есть путь истины и жизни». И Он подчеркивал так же, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа. Об этом написано в Евангелии Атана, в 14 главе. И замечательно, что Иисус Христос сегодня так же спасает грешников. Он спасает каждого, кто призывает Его Святое Имя. И если ты хочешь быть спасенным, призови Его Имя Святое. Я призываю милость Божию сейчас на каждого из вас, дорогие телезрители, в этом интервью, в этой программе такой христианской, в этой видеозаписи, я хотел бы отсюда, с такой заснеженной Сибири, вот сейчас за окном, я вижу снег. Знаете ли, здесь мороз, и это, одним словом, Сибирь. Конец ноября, здесь уже зима во все. И, конечно, я помню День Благодарения в Америке, значит, Джорджи, когда в рубашке можно было гулять на улице, и было довольно-таки тепло. Но здесь, конечно, не Джорджи, здесь, конечно, не Атланта, здесь Кемерово, здесь Сибирь. Но где бы мы ни были, и где бы вы ни были сейчас, в холодной ли Сибири, или где-то на юге, или на севере, или на западе, востоке, если вы меня сейчас слышите, и вы хотите познакомиться с Богом, хотите на самом деле пережить Бога в своей жизни и быть спасенными, призовите имя Господа Иисуса Христа, будь это в снегах, будь это где-то в жарких краях, где бы ни были вы. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я Бога благодарю за все. И, конечно, есть за что Бога благодарить. Знаете, господа, братья, сестры, Я помню, как однажды христиане собрались вместе, общались, я был на общении, с разной динаминацией были, по-моему, были с разной церквей верующие. Но я помню самое основное, помню в этом разговоре вопрос был поднят, знаете, какой? Решили, ну, поступило такое предложение в этом разговоре. Давайте мы расскажем друг другу о том, что Бог сделал в наших судьбах, в нашей жизни. Что Бог сделал в жизни каждого из нас. И люди делились, люди рассказывали друг другу о том, что у них в судьбе происходило, как Бог, может, помиловал, спас, может быть, исцелил болезни, там, что-то еще. И на самом деле я слушал рассказы этих людей, моих братьев, сестер, большинство из которых я видел впервые, с других динаминаций, протестантские церкви, православно-католические церкви. И я радовался за то, что Бог живой в этих судьбах, Он действительно живой был. И, знаете, но когда нашла очередь для меня, я перед тем, конечно, тоже, как и многие все там, наверное, размышлял, что же мне все-таки сказать-то. Много чудес в жизни Бог совершил-то, хочется, если вопрос был поставлен, что же самое, ну, как бы, хочется главное рассказать. И, знаете ли, я сказал так, вот в жизни моей было, как и в жизни многих здесь присутствующих, много чудес, и много было хорошего, и есть за что Бога поблагодарить. Но я сказал, что для меня все-таки самым главным, самым важным чудом было и остается, и останется, наверное, до самого последнего моего вздоха на этой земле, останется именно мое спасение, мое рождение свыше. Это самое большое чудо. Знаете, я вырос в семье атеистов, я вырос в семье неверующих, и для меня, вот, мое спасение, это, на самом деле, я так размышляю о своей жизни, это великое чудо Божье. Тогда, чуть больше 30 лет назад, когда я умирал от пневмонии, двустороннего воспаления легких, Бог просто пришел в мою судьбу. Если бы не Он, я уже 30 лет бы гнил бы в могиле бы, мое тело возгнило в могиле, а где бы была моя душа, мне страшно представить это. И Бог помиловал меня, Господь дал мне жизнь, Он воскресил меня, Он исцелил меня. И, знаете ли, вот это время, все, я первых, получается, почти 13 лет моей жизни, я не знал Бога, я не слышал ничего о Боге, мои родители, к сожалению, были атеистами, и не было в моем окружении тех, кто, может быть, как-то рассказал бы о Боге, хотя бы подсказал, что есть таки что-то на свете, наоборот. То, что я слышал касательно Бога, веры, это все было негативное. Не так-то много, на самом-то деле, я вспоминаю, это было, может, пару моментов в моей жизни. Это было в советской школе, я учился, как и все другие дети в СССР, среди такой атеистической пропаганды оголтевый. И, конечно, это было ужасно. Слава Богу, что безбожный Советский Союз Господь разрушил уже давно, но, правда, сегодня, опять-таки, страшно, что тени, знаете ли, опять призрак этот встает, тени поднимаются, безбожного Союза этой империи зла. А сегодня опять политики сильный века сего, богатые, влиятельные люди в России говорят, что вот пора, мол, восстанавливать былой, этот могучий Советский Союз. Не дай Боже, конечно. Конечно, ужасно, что неосталинизм такой, как бы, и вообще вот это все, что происходит в последние эти месяцы и годы, это, конечно, напрягает многих христиан. Но, слава Богу, несмотря ни на что, несмотря на вот эти подвиги восстановить безбожный Советский Союз, несмотря на подвиги на телесталинизмники, установить, значит, диктатуру, значит, там, и подавить свободы, все-таки свобода есть, и свобода для проповеди Слова Божьего есть. Я думаю, что христианам, на самом деле, надо очень дорожить этим временем и стараться максимально исполнять волю Божью в эти дни. Мы не знаем, сколько продлится еще это время свободы для проповеди Слова Божьего, но хочется, чтобы как можно больше людей, наших современников с вами, чтобы услышало благую весть об Иисусе Христе. И, слава Богу, что очень многие трудятся, но хотелось бы, чтобы еще больше людей трудилось на этой ниве. Если вы баптист, присядник, харизмат, адвентист, православный, католик, неважно, если вы знаете Иисуса Христа, если вы пережили с Ним встречу, если вы знаете Божье Слово, Библию Святую, то не прячьте это Слово, а говорите это Слово людям, несите это Слово в массы, несите это Слово именно страдающим, погибающим грешникам, потому что никому оно нет спасения, только в Иисусе Христе. И Божье Слово, оно одно у нас, Божье Слово, оно нам, людям, грешникам, чтобы мы были спасенными. И я спасен по милости Господней, и хочу Бога прославить вот сейчас в этом таком интервью, в этой видеопрограмме, за Его милость, за спасение, и воздать Ему славу. И если вы сейчас смотрите меня, и вы еще не переживали вот этого обращения к Богу, может быть вы ходили в храм, костел, молитвенный дом, но вы еще не переживали встречи с Богом, то вы можете прямо сейчас сказать слова покаяния от сердца, поговорите с Ним. Вы можете примерно так сказать, что Господь, прости меня, пожалуйста, Иисус Христос, я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания, и я принимаю Тебя, моего Спасителя, Господа моего. Вот такими словами примерно помолитесь и провозглашайте Святое Имя, Иисус, Иисус, Иисус Христос, мой Спаситель, Иисус Христос, мой Господь и Бог, и Царь. И запомните, дорогие друзья, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому не жалоба нам спастись. Аминь. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Продолжение следует...